Всем привет! Это новый выпуск шоу-предельник. Необычный выпуск, потому что и гости у нас необычные сегодня. Ни один гость. Мои господа, Кирилл Круглов! Ну, и чем он лучше меня? Вот у тебя какой рост? У меня 132. У меня 135. Всем привет! Я эксклюзивный ведущий. С 2008 года я коллекционирую истории любви. Кстати, мы начинаем. И, позволь, мы начнем с вопроса, который... Ну, давай, с политкорректного начнем вопроса. Как правильно обращаться к ребятам невысоким? Маленького роста я обычно слышал где-то в интервью. Поправь меня. По имени? Все очень просто. По имени? Хорошо. Познакомиться с человеком, знаешь его имя. Нет, я имею в виду, когда я описываю, допустим, наш разговор с тобой, кому-то третьему. Я говорю, это, ну... Я понимаю, типажность. Да, да. То есть, ну, человек маленького роста это самое такое распространенное. Свои новые возможности, сюрпризы. Он и персонаж в нескольких спектаклях в нашем цирке. Порой даже какая-то щемящая нотка, лирическая нотка проскальзывает у него, когда он играет того или иного персонажа или клоуна. Да, все бабки брать надо. Так, а это кто? Лейтенант Соколов. Знакомьтесь, Людмила. Родная сестра Артема. И Тамары. Ребят, что у вас? А у нас музыкальная зарисовка Гардемарины. Сосья! Алешка! Сосья! Алешка! Сосья! Смотри, ты говоришь, люди так привыкли обижаться, что ищут повод везде. Хотя, если я знаю, что друг обижается на слово «карлик», я зову его «малой» или «маленький». Как лучше называть человеку, который со стороны, чтобы не обижать ребят? Чтобы они точно не обижаются? Я не знаю, как. Во-первых, опять же, это же каждая отдельная личность. Вот из ребят, из нас, мы каждая отдельная. Кто-то так воспринимает это, кто-то по-другому воспринимает. Кто-то обижается на это, кто-то не обижается. Мы же все разные. Поэтому я не могу сказать какого-то общего мнения, как лучше называть. И я вот решил вот так называть «малые», я так везде говорю «малые». Мне пока никаких претензий ни от кого не было. Ну, потому что ты свой. Ну, да, опять же, я свой. А если человек со стороны, так, чтобы просто подсказать людям, если вдруг они встретят где-то невысокого человека. Да просто с уважением обращайтесь, и все. Без всяких вот этих паспарту. Потому что реально на паспарту очень многие обижаются. Там на карликов очень многие обижаются, когда так говорите. Просто, да просто как к человеку. Здравствуйте, привет, там, как вас зовут, давайте познакомимся там. Или там, ой, мама, смотри, там дяденька маленький идет. Вот я вот на такие вообще нет. А когда, ой, мама, смотри, карлик, мама сразу ему тихо, 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 тихо. Ну, я там повернусь, улыбнусь, там помашу рукой тоже. Мне по-разному. Группа так называется, актеры маленького роста, актеры невысокого роста. Мы так вот многих называем. Между собой так говорим. Есть пару вопросов. Вопрос номер один. Почему у меня башка обычного человека? Тело Аполлона, а руки и ноги как будто из кукольного набора. Я не знаю, народ. Я уверен, что меня создавала женщина. Конкретная женщина лет пяти. Я очень часто задумывался о том, как, типа, правильно называть. И самой большей части я задумывался, почему эта ответственность возлагается на таких, ну, типа, спрашивают с меня, как правильно и корректно. Если ты спрашиваешь лично меня, то мне без разницы. Мне это лично. Я не могу отвечать за всех, корректно ли называть, говорить слово карлик или нет. Потому что слово карлик, это фамилия ученого, который изучал, так сказать, болезни и так далее. И кто-то обозначает, ты сейчас со мной общаешься, у меня есть имя, ты знаешь мое имя. Вот, пожалуйста. Давай так, как правильно это назвать? Это заболевание или это что-то приобретенное? Вот, чтобы ты это рассказал. Не то, что я прочитал в интернете, там, кто-то наверняка тоже гуглил, интересовался. Мне хочется из первых уст. Это генетическое заболевание, оно называется ахондроплазия. Генетическое заболевание, его еще выявляют на стадии беременности. Да, это можно... Сейчас очень много различных методов это дело исправить, в том числе что-то с генами, там, как-то их модифицировать. Ну, а самый такой, уже когда ребенок рождается, самый, наверное, такой изощренный способ аппарата Лизарова. Он там вытягивает... Да, он вытягивает конечности. Ну, вроде как, ненамного. Ну, вот большинство мам, у которых дети с таким диагнозом, они вот почему-то сразу отдают прям... Я против этого. Отдают куда? Отдают, ну, в какой-то институт травматологии какой-то, чтобы через два года увидеть какой-то результат. А. Да, ну, это генетика. Я против этого, потому что от этого никуда не денешься. У тебя это будет внутри, и хоть ты как исправляй. Погоди. Два года ребенок не дома, не с мамой, а в институте живет? Нет, ну, у них там немножко все проще. На него нацепляются вот эти конструкторы на руки и на ноги. И они там подкручивают себе эти гайки. Ну, это, по-моему... Я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, это можно и в домашних условиях делать. Ну, я видел в инстаграмах очень много, вот там мамочки на меня подписаны, у которых дети хондроплазия. Ну, что они спокойно это все демонстрируют. Вот он в футбол играет с этим аппаратом, вот он ходит в школу даже, там. Кто-то не ходит, кто-то на домашнем обучении. Это на чем-то еще отражается, кроме, вот, я так понимаю, руки и ноги, да? Потому что туловище, голова, все же ну... Ну, пропорционально. Все пропорционально. То есть это только руко-конечности, да? Ну, конечно, сокращение на конечность. Больше нигде, ни на чем это не отражается. Блин, почему я сейчас хочу пошутить? У нас только маленькие конечности, все, больше ничего у нас такого сверхъестественного или чего-то такого необычного нет. Мы такие же налогоплательщики. Мы такие же обычные, работающие, и счастливые, главное, и любимые. Во, вот это самое, конечно, главное. Ну, видишь, это такие вопросы, мы же стесняемся их задавать в большинстве своем. Мне тоже, ну, просто я понимаю, что не спросить, ну, это странно, да? Ну, кто еще расскажет? Ну, так будет лучше всего. Ты говоришь генетическое. Я к тому, что, ну, насколько мне известно, мама, папа могут быть, там, абсолютно здоровыми. Один ребенок может быть таким, второй ребенок может быть тоже, типа, абсолютно. Да? То есть это какая-то лотерея, по большому счету? Да, 50 на 50, это никто от этого не застрахован. Я лично знаю маму, по-моему, она из Владимирской области, маленького роста, у которой сын, там, чуть ли не 2 метра ростом уже, там, ну, такой здоровяк прям. Либо, в точности, наоборот, у здоровых родителей рождается ребенок с охондроплазией. По-моему, в Соединенных Штатах Америки пара, ну, маленького роста. У них, у них несколько, по-моему, детей. Девчонка одна маленькая родилась, а другая здоровая. Ну, то есть это вот, то есть даже у двух... Маленьких людей вот такая штука, да? Можем, могут родиться и такие обычные люди. А в каком возрасте приходит осознание, что ты, типа, отличаешься от других людей? Что ты, вот, немножко не такой, что ли? В школе, мне кажется, это... Ну, я просто помню. В начальной школе? Ну, и в того момента, когда-то я, наверное... Это я сейчас, наверное, какое-то это скажу. Типа, когда меня... Я даже не могу вспомнить, когда мне первый раз сказали, что я карлик. Типа, о, карлик там, или там еще с ростом связан. Потому что какую-то обиду... Ну, дети же такие постоянно. Нет, дети, дети... Ну, давай так, дети есть дети. Дети говорят гадостью сознательно. Вот, и это... Мы все такие. Да. И это... И когда... Вот сейчас просто думаю, там, урок физкульптуры. Понятно, я самый последний буду стоять. И какие-то эти... Как они... Задания какие-то я не могу выполнить там. Ну, единственное, что я там мог, например, сесть... Присесть там в минуту там больше, чем некоторые. Но там прыгнуть в длину, там, например, я тоже не мог. Но я все равно старался, я пробовался. Я в этом плане, я все равно ходил на физкультуру. Ты же ходил в обычную школу. В обычную деревенскую сельскую школу, да. В обычную с деревенскими сельскими ребятами. Ну, и это круто. Я не знаю, как бы в городской было, мы просто... Не знаю этого. Ну, то, что там у меня было, это круто. Во-первых, маленькое население, все друг друга знают. Как-то сплоченнее, как-то дружественнее, что ли, все. Слушай, а вот, кстати, смотри, Женька Городницкий говорил о том, который тебя представлял, высокий парень. Он как раз говорил о том, что люди с особенностями, неважно, маленький, высокий человек, лучше, чтобы ходили как раз в обычной школе, жили обычной жизнью. Ты тоже согласен с этим? Да, да, абсолютно согласен, потому что это воспитывает и вот здесь вот тебя, стержень вот этот создает. И восприятие даже к окружающим, которые вокруг тебя, они тоже их... Как надо относиться к таким, как я. Вот, это их тоже воспитывает. И поэтому, понятно, многие родители очень сильно в этом плане комплексуют и боятся, что их ребенка обидят, и у него будет какая-то травма создастся на будущее психологическое, моральное там, еще что-то. Ну, блин. Ну, так... А как это же наше общество, нам же все равно в этом жить в дальнейшем и находиться дальше, и уже самим взрослеть же, и как-то воспитывать своих уже детей там, у кого вот у меня пока нет. Ну, да, но это будет удар, наверное, если там 18 лет внезапно... А если ты сразу будешь их... ограничивать и создавать конкретно какой-то другой социум, что вот конкретно вот здесь вот маленькие, а вот здесь вот там какие-то другие, с другими особенностями ребята, то, блин, они не смогут привыкнуть тогда к обыкновенным, к таким, как ты. Мне кажется, вот еще в этом. Для них это будет удар. А ты как человек на какой стадии своей жизни начинаешь понимать, что что-то... Ну, что ты отличаешься от других людей? Это прямо в каком-то раннем детстве или... позже. У нас детство было слишком хорошее, наверное. Мы не отличались. Мы не понимали, что мы отличаемся за братом. Мы вот учились в школе, мы ходили в детский сад. У нас все было... У нас не было вот этого буллинга, как сейчас, может, он какой-то более жесткий. Все было как-то предельно открыто и просто. То есть, если все бегали под воруж, гликостры, там, лазили по крыше, мы с ними это делали. Добрее как-то все это было. Вот, наверное, все-таки добрее слово надо здесь употребить. А сейчас ребята говорят, что испытывают какой-то дискомфорт те, кто помладше. Я с ними просто не общался, но, насколько мне известно, что сейчас с этим немножко жестче. Дети, они и сами по себе какие-то жестокие. По рассказам других людей я могу представить, что ситуация сейчас такая все-таки плачевная немного. Расскажу, что вот когда было там лет 15, наверное, 16, когда вот эта вот какая-то влюбленность уже первая появляется, и ты понимаешь, что с тобой девочки почему-то не хотят дружить, не хотят с тобой играть, ну, не играть, гулять там, как-то время вместе проводить. Ты понимаешь, о, со мной что-то не так. Вот тогда, наверное, ты это понимаешь, что с тобой что-то не так только по той причине, что они тебе отказывают. Сейчас вот верните меня в то время, я вам, я этим девочкам все объясню, как есть. Ну, тогда, понимаешь, мало как-то было... А эмоционального интеллекта ты имеешь в виду или чего? Скорее всего, да, какой-то вот уровень вот этого развития, что я могу вот убедить тебя, что я классный. Вот сейчас я могу это сделать. На тот момент, бля, она меня не любит, потому что я такой. Ну, это надо было пройти, это надо было пережить, это надо было попробовать. Но знаешь, самое же интересное, что практически все мужчины это проходят. Просто по разным критериям. У кого-то волосы не растут, да, там, я не знаю, у кого-то, не, я имею в виду, волосы не растут, знаешь, когда, ну, нету этой мускулинности. А у кого-то, наоборот, они растут. Кто-то худой, кто-то, ну, короче. Там и у нас миллион этих причин у всех мужиков. Ну, на самом деле. Ну, и у девочки, я думаю, точно так же, они еще более заморочены. Ладно. Ну, это, наверное, да, пубертат, наверное, вот тут, да, вылезает больше всего. Скорее, да. Мы коснемся вопроса девочек. Хотя, слушай, а что, ну, если коснулись, коснулись. А расскажи, пожалуйста, а как в итоге отношения с девушками складывались, складываются? На данный момент у нас сейчас отношения с одной девушкой. Она тоже маленькая. Но мы выбрали друг друга не потому, что мы маленькие. Так просто получилось, что у нас очень появилась такая любовь друг к другу, необычная. Она меня очень сильно любит, я это знаю. А по поводу девушек, ну, она считает, что я бабник. Я, в принципе, этого не скрываю. Знаешь, очень интересно их очаровывать. Вот именно вот. Я называю это какой-то игрой, наверное, даже. Потому что подходишь и начинаешь говорить то, что другой человек, ну, высокого роста, не может сказать. Например? Я вижу, тебе нужен маленький помощник. Ну, естественно, смех. Естественно, если хочешь, я могу им стать. Ну, или что-то такое. Ну, то есть ты можешь вот какими-то шутками парировать так, чтобы ее очаровать. Ну, да, это звучит мило, забавно. Ну, как-то совершенно. Ну, быть мужчиной даже очень интересно. Ну, прям конкретно, в общем, дверь открывать в такси. Там какие-то покупки ее оплатить. Вот именно вот стать мужчиной вот в таком теле. Это, мне кажется, довольно-таки прикольно. Ну, это игра. Это все, понимаешь, вся наша жизнь вот из этого состоит, из каких-то таких событий, 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 событий. И ты понимаешь, что ты делаешь так, как тебе нравится. И ты кайфуешь от этого. То есть, если я правильно тебя понимаю, если ты за себя взялся, понял, что ты можешь с этим сделать, то проблем с женщинами уже как бы не будет. Да нет, конечно. Да их никогда и не было, этих проблем. Просто надо, ну, не то, что их начать понимать, а надо осознать, что ты готов сделать для них. Ну, ты готов даму в кафе пригласить, оплатить весь счет? Готов, пожалуйста, сделай это. Там, готов ее на море свозить? В чем вопрос, вообще не понимаю. Бери и свози. Короче, обычная нормальная жизнь обычного нормального мужчины. Ну, да. Как вообще с девчонками складывается общение? Все супер. Супер, потому что в целом есть, конечно же, некий определенный комплекс. Например, мне тяжело познакомиться, например, в метро, да, Ильич. Потому что я чувствую, испытываю неловкость той ситуации, что я такой просто, не потому что такой вот какой-то непонятный человек подошел, выглядящий странно, да, а просто вот девушка там куда-то едет, что-то делает, и ты такой, привет, девчонка, как дела? Ну, это мне сама абсурдность этой ситуации. Хотя я, может быть, думаю, что я себе это придумал из-за своей ощущения неловкости того, что я не могу подойти. Ну, то есть я один раз в метро подошел, даже два, ну, и мне так было неловко, что я такой, блядь, что за дурацкая вещь вообще? Ну, я, типа, преодолел самого себя. Я такой, надо попробовать. Даже если ничего не получится, я такой, давай познакомлюсь. То есть даже взял инстаграм, номерок, и такой, ну, ладно. Но мы там даже не общались, если честно, вообще просто в моменте это попробовал. Но в целом все шикарно, потому что, во-первых, чаще всего девушки видят меня на сцене, увидели меня на сцене, они уже знают, что даже если я выгляжу как-то не классически, может, не стандартно, да, они уже такие понимают. Он как бы за себя сможет, так сказать, о себе может позаботиться, стоит на сцене, что-то зарабатывает деньги. То есть он уже, тебе уже интересен как человек, как персонал. А потом мы с ней общаемся и так далее. Либо где-то еще знакомимся на каких-то съемках, либо, может быть, как-то на улице, что-то еще. То есть случайно общие друзья знакомые. Так что я не думаю, что я испытываю какие-то... У меня было какое-то время зажатость, но сейчас оно как бы отсутствует. Это понимание того, что, ну, ты можешь быть как минимум, не сказать, что все, но как минимум интересен какому-то определенному количеству, так сказать, особей противоположного пола. Не был в близких отношениях. Ну, то есть она такая, блин, я вообще не замечаю, что ты вообще долгую. Я вообще этого не замечаю. То есть я начинаю это замечать, только когда мы выходим на улицу, когда мне кто-то прямо, ну, типа, прямо явно... Ну, она говорит, ну, я, наверное, это быстро так забиваю, что... И мои друзья мне так же говорят, что общаясь с тобой, то ты, ну, странно прям думать каждую секунду о том, что ты, блин, карлик. Офигеть! Ну, это же очень странно. И это, ну, это просто, знаешь, встречает по одежке. Да, я подумал, что, блин, если мы возьмем, условно, там, темнокожего друга, да? Ну, мы... Да, да. Хотя он будет очень сильно выделяться, как бы в компании. Ну, это же клево. Ты просто снимаешь... Ну, если ты человек, который, ну, образованный, у тебя есть понимание того, что каких-то социальных каких-то моментов, того, что, типа, если ты испытываешь какую-то неловкость, что с тобой рядом темнокожий, или такой человек, который, ну, ты карлик, да, пускай будет, то это я не знаю. То, ну, я не осуждаю даже такого человека. Может быть, у него свои какие-то приколы, так сказать. Ну, типа, если это тебе неловко, просто уйди. Я холостой, но имею в виду, что у меня были отношения, и сейчас тоже развиваются отношения, но пока я еще чуть-чуть, ну, думаю, что семью... Что ты имеешь в виду в плане жени, либо, и детей? Просто пока что-то... Знаешь, говорят, к этому никогда не бываешь готов, да? Это я вообще не говорю. Но тут как будто бы ощущение, как будто мне чуть-чуть еще не хватает зрелости. Вот этого слова зрелости, которое... Как бы я все еще немного... Чувствую себя... Пацаном, что ли, понимаешь? Кирилл, скажи, пожалуйста, а ты же... Ты был женат или женат? Я вот что-то немножко запомнился. Я в разводе. Да. Ты был женат же. Следовательно, я был женат. Да. Следующий вопрос. Нет, я был женат на девушке обычного роста. Мы поженились в 2016 году, по-моему. Не помню. Как все мужчины ты... Я помню, 3 июня, по-моему, была среда. Среда, потому что в ЗАГСе не было тогда очереди. Ну, так получилось, что мы развелись, потому что я тогда решил строить какую-то карьеру, потому что что-то навалилось как-то. У нас был спектакль вот этот, Фунтик, про поросенка Фунтика. Это все в Москве, а мы жили в Дмитрове. Каждый день мотаться на репетиции в Москву, потом два раза отыграть спектакль, прокатиться еще раз два раза в Москву. То есть я просыпаюсь, просыпается она, а у нас уже на тот момент был маленький ребенок, Глеб. И она смотрит на меня. Что, опять? Я говорю, да, мне сейчас надо опять в Москву. Ежайно. Ну, просто понятно, что ей это не нравилось. Она же тоже хотела какой-то от меня помощи, какого-то участия в этой семье. А у меня вот этот Фунтик, все, все, бежим, бежим, куда-то надо ехать. Да, наверное, да это не плачевно даже. Это как-то, это оно случилось и случилось. А подожди, а переехать не вариант был? А мы вообще об этом не думали. Мы даже не рассматривали этот вариант. Почему? Ну, а зачем? Ну, потому что я не думал, что для меня Москва станет таким городом для работы или городом, где появится какая-то своя жизнь. У нас все время был Дмитров. Всегда. Это мой родной город. Дмитров, Дмитров. Это, ну, все свадьбы там, все друзья там. Все, ну, прям все там было. Вся семья там. Мы, ну, чтобы переехать в Москву, ну, это тогда надо было очень много вкалывать. А на тот момент, ну, такого даже... Я не думал просто об этом, как... Ну, сейчас можно было бы подумать. Как бы, а давай махнем в Москву, будем там жить. То есть, если я правильно понимаю, у вас вот эта бытовуха, ну, ребенок, вот эти, да, сложности разрушены, да, общения? Ну, скорее всего, да, потому что бытовом все равно же съедает людей как-то вот это. А я ничего не делал для этого. Здесь есть и моя вина в этом, то, что я ничего не предпринял для того, чтобы все это потом возобновить и вновь вот так заставить как-то функционировать или даже как-то все это придать опять поток жизни. Ты с ребенком общаешься? Конечно. А как же? Хотелось быть чаще, но я надеюсь, что в этом году будет чаще. Ну, мы общаемся. Потому что ты сейчас в Москве живешь, если я правильно понимаю. Или нет? Я вообще называю себя бомжом. Серьезно, я же без определенного места жительства. Я ночевал в Беляево. Завтра я ночую в Мытищах. Послезавтра я улетаю в Сочи. Послезавтра я в Петербурге ночую. Потом опять приезжаю в Москву. То есть у меня вот кочевой образ жизни. И у меня нет... Ну, нет, сегодня я ночевал в Дмитрове. Подожди, это все из-за работы? Из-за работы, из-за жизни. Ну, так получается. Это у меня на время елок сейчас вот цирковых как-то все устаканилось. И вот раб цирка по-другому не надо. Ну, в хорошем смысле. Все вот как бы не шевелись, пока не отработаешь. Потом ты можешь ехать куда хочешь. Классно, насыщенная жизнь. Многие мечтают о такой. Ну, а с женой мы, кстати, сейчас хорошо общаемся. У нас нет такого, знаешь, ты мне должен, ты мне всю жизнь. Нет, у нас... Я общаюсь с ее мужем. Но я помогаю ей по мере возможности. То есть у нас нет такого, знаешь, типа, дай денег, посыновение. Ну, блин, ну, надо так надо. Типа, ну, ребенок заболел, сколько? Я просто пишу, сколько? Ну, потому что вот, ну, а что мне еще? Писать, у тебя муж есть? Нет, это неправильно. Ребенок мой. Твой ребенок, конечно. Ты ими должен заниматься. Смотри, ты в какой-то момент понял, что это шутки. Шутки, это шутки. Это не желание унизить человека, да? Что ты посоветуешь, может быть, людям, которые этого еще не осознали? Как научиться этот самый юмор принимать и вообще спокойнее с этим жить? Должна быть самая ирония. Я вот так вот это воспринимаю. Я просто... Как? Проще... Я понял, что проще выйти из ситуации, когда ты воспринимаешь это с юмором, чем с обидой. И потом ты не сможешь наладить контакт с человеком в дальнейшем. Можно пройти двумя путями. Можно в ответ стебать человека, а можно еще самому смешнее над собой пошутить. Ты какой выбираешь? Вот второй. Вот второй, да? Я больше второй, потому что я не... Потому что... И первый тоже могу использовать. Но второй для меня интереснее, потому что я что-нибудь дальше дополню, потому что я про себя больше знаю, чем другой. И если я что-то прикину там, что-то где-то каким-то действием или какими-то словами дополню, то и народ, человек поймет, что я шучу над собой тоже. И если это было сделано для того, чтобы меня разозлить, то он еще дальше взбестится, я увижу это тоже в реакции человека. А если он посмеется над этим, ну, все хорошо же, все... Да, и сразу понятно, да, что он хотел. И сразу понятно, что за человек и что он хотел, да. И будет видно, что тебе не больно, а это, соответственно, уже неинтересно. Ты знаешь, мне кажется, это говорит о том, что ты, ну, как человек, мы все равно в какой-то уровне, да, проходим развитие. Мне кажется, что этот человек, который может шутить над собой, он на более высокой стадии, на более высоком уровне. Ну, я понял про что ты имеешь в виду. Да, возможно. Ты этому научился, вырос над собой просто. То, что было там сколько лет, 12-13 лет назад, и то, что сейчас, да, вот я был тогда, хоть и говорю, что там в деревне с ребятами, там с обыкновенными ребятами, ну, не с такими, как я, воспитывался, рост там и так далее, и это... Но все равно я из деревни, я сюда приехал, в такой город, мегаполис, все равно какие-то комплексы у меня были, все равно что-то это... Какие-то заморочки свои в голове были, что как, что это... Столько народу я никогда не видел, таких движух я никогда не это... Не ощущал, и все. А тут раз, и вот так все к этому привыкаешь, растешь, набираешь вот это вот, как костяк вот этот наращиваешь, и все, да, и потом начинаешь думать уже, фу, прикольно, бля, прикольно, там, когда там ребенок тебе факт показывает, ты... Ну, вот прям вот сидел где-то здесь, и ребенок мимо проходит, ну, я мимо как персонаж прохожу, мне раз вот так, футфак, ты что, блин, а я там в образе какого-то горбуна там был, ну, опять же, я там персонажем был, не так, как сейчас есть, просто один раз вот там вот я сидел, и прохожу мимо, и ребенок пластмассовым, и что, он плохой? А я играл свою роль, он поверил. Ну, это он поверил, да, да. А я вот как в матрице вот так нагибаюсь, надо мной, меч пролетает, и я такой, потом обратно, я говорю, ты что это, а? Ну-ка, он сразу прижался, я говорю, я поржал. Как ты думаешь, я вообще мероприятие веду очень много лет, и я одну фразу слышал постоянно, ты так много разговариваешь, ну, типа, и хорошо, потому что ведешь мероприятие, и я говорю, не, другая, ну, я придешь в другой позиции, я так хорошо разговариваю, и, в общем, могу объяснить свои мысли, что поэтому я веду мероприятие. Вот ты чего придерживаешься в плане стендапа? Ну, у меня это скорее получилось наоборот, что у меня такие, ой, ты, Санек, какой-то смешной, давай что-то попробуешь, и потом я начал уже, потому что я первые разы, когда говорил на сцене, это была что-то, какая-то каша вообще непонятная, я сам себя порой не понимал, это я сейчас такой, ну, смотришь, смотришь видео, это я сейчас вообще что сказал, к чему я вел вообще, зачем это, А ты пересматриваешь свои видео? Да, ну, трудно, мне очень сложно пересматривать, я прям очень сильно критичен, но я слышал, что у Стинга, он вообще не смотрит свои видео, не может смотреть, я слышал, что у Стинга это, ну, он сказал, что это скорее всего, это высшая форма эгоизма, когда ты такой, ну, я знал, ну, то есть ты не можешь смотреть свои видео, потому что ты критикуешь очень сильно себя, и ты чувствуешь, что ты лучше, чем вот этот тип, который на видео, хотя это ты же. Я понял эту вещь, что я очень сильно боюсь старости, потому что перестану вывозить. Я больше всего на свете, я боюсь, что я разучусь прыгать, народ. Скажите, что прыгать? Это разве так важно? Это пиздец, как важно, народ. 40% того, как я контактирую с миром, это благодаря прыжкам. Понимаете? Барные стулья, высокие сцены, женщины. Понимаешь, ты такой, я сейчас лучше, чем вот этот тип. Ну и понимаешь, это преодоление, как мне кажется, что это реально, действительно, высшая форма эгоизма, которая, ты такой, ну надо преодолеть этот эгоизм. Ну вот этот чувак, который сейчас очень хреново все делает, это я. Вот сейчас это я, на данный момент надо посмотреть и постараться стать лучше. Надо, иногда надо. Но мне тяжело, честно, мне очень тяжело, не знаю, прямо. Но иногда я смотрю, потому что я понимаю, что иначе это застоплюсь я. Просто я буду топтаться на одном и том же месте. Маглы. Меня разорвала эта штука. Я, к сожалению, не так часто ее слышу. Меня очень повеселила фраза маглы в адрес людей, которые не занимаются стендапом, я так понимаю. Ну это такая внутричковая фраза, которая, ну типа, это не я ее, так сказать, автор, ее автор, то ли Зоя Кулор была, то ли Зоя Яровицына автор. То есть я это услышал от них и от кого-то из них. Вот. Это маглы, это те, которые, типа, не занимаются комедией. То есть мы считаем, ну типа, потому что, понимаешь, очень тяжело угорать с чуваком, который никогда не занимался этим. Он такой вылетает, такой, эй, я могу шутить, вы в компании комиков, я могу пошутить. И это очень странно выглядит. Ну я такой, ну это маглы, нормально. Это маглы. Я такой, прикол, да. Ты играл в КВН, ты сам об этом рассказывал в своих интервью. И потом уже перешел в стендап. И о КВНе так, ну не очень. А что тебя смутило или смущает? Что не так? Слушай, ну всем понятно, что ситуация, не знаю, всем ли понятно, или кто-то это, или бы не признает, что КВН это то, что уже сбил. Гнило с головы, как мне кажется. То, что уже, ну, сама игра, она, сами люди тоже, да, там, я очень много знаю КВНщиков, и часто мы, и они именно тоже стендаперов, то, что мы и пишемся иногда вместе, то есть пересекаемся, да. Но вот это мне разочарование того, что эти ребята понимают, что их просто очень сильно, ну, имеют. И вот это мой взгляд, еще раз, что, типа, и все еще в это понятно, что есть такой, да, все самые крутые комики, да, ну, комедианты, юмористы и так далее, когда-то вышли из КВН. С этим тоже, я не спорю с этим, ну, то есть нет такого, что, ну, я сейчас тоже, другие появились комедианты, там, Щербаков, а-ля, да, тот же Макар и так далее, которые никогда не играли. Да, да, Сабуров, которые никогда не играли. Это понятно, но в целом, если брать в количественном классе, да, то очень много ребят, игравших в КВН, ну, наверное, процентов 80-90, которые, да, вот, играли в КВН. Но я имею в виду тот момент, что сама политика этой игры, которая, ну, вы все работаете на одну семью, по факту. Ребята делают контент, и понятно, что сейчас уже только начали, ну, недавних времен начали им там какую-то денежку платить, но в целом это, они просто делали контент, и это все распил каких-то бюджетных денег, которые типа, вот, а-ля, вот, в университетах КВН, там, какие-то государственные лиги, какие-то, вот, региональные лиги, какие-то лиги, которые, там, на заводах, все дела, вот это все, как-то это уже превратилось в какую-то, то есть, движок, который не имеет вообще, ну, как сказать, вот, если, например, брать ТНТ-шный момент, да, например, там, стендапы, ну, комедий батлы, да, комедий батлы, и так далее, это все тоже коммерция, стопудово, это стопроцентная коммерция, люди делают контент, люди получают деньги за этот контент, и так далее, и так далее, все, но здесь имеет место быть тот момент, что никто не имеет, ну, все перед друг другом честные, они такие, вы делаете нам контент, мы вам, то есть, я выхожу со стендапом, я понимаю, что стендап, это контент для канала, я за это и получаю деньги какие-то определенные, и даю свою, так сказать, работу, то, что они такие, вот, реклама, то есть, здесь все честно, такие, вот твоя работа, вот твоя зарплата, вот твоя работа, все честно, а тут же происходит обман сознания, от того, что, типа, ну, это же КВН, тут, тут, очень часто я с КВЩ, когда ты говоришь, они говоришь, ну, блин, там же тусовка, блин, чувак, я говорю, почему ты до сих пор здесь играешь, ну, тусовка, чувак, ну, это же КВН, тут, я люблю эту игру, потому что люблю безумно эту игру, я играю в нее до сих пор, мне 46 лет, я ничего не получаю, я играю в эту игру, потому что я люблю ее, я такой, ну, ты идиот, что ли, ну, ты совсем идиот, ну, я не хочу так сказать, ну, я, блин, ну, ты понимаешь, к чему я имею в виду, что, ну, вот, 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 создается иллюзия того, что, понятно, это тоже не иллюзия, понятно, что там есть тусовка, любовь какая-то, ну, есть целая команда, ну, мы же команда, я вот с этими пацанами, вот с таких лет мы играем, вот, блин, поднялись вместе, дошли до, до премьерки, блин, ну, ну, так, все, типа, ну, блин, ну, не знаю, как, как можно, когда-нибудь это же иллюзия закончится, и самое больное, больно будет, когда ты вот так вот по щеке тебя шлепнет, и такой, а, я не в иллюзии живу, а, это все просто придумано ради одной семьи, все, ну, сейчас работает просто надо, и даже, может быть, я уверен в том, что очень много авторов там, которые, они все понимают, четко формулируют, и такие, да, мы понимаем, что мы работаем на этих ребят, понятно, мы получаем тоже зарплату определенную из бюджетных денег, ну, то есть, как бюджет, там, спонсоры, не спонсоры и так далее, и так далее, да, там, ребята сами, но в целом... Что-то, может, еще? Потому что комьюнити, как бы, на самом деле, уже и в стендапе очень большой комьюнити... Да-да, оно тоже большое, и оно тоже такое имеет свое какое-то уже, от того, что количество тоже меняется, такое определенное качество становится тоже, ну, такое, знаешь, больше тоже токсичное, если немного разделяются люди, и все такое... Ну, конечно, ну, по уровню они будут делиться. Да-да-да, все понятно, это из-за количества. Может быть, может быть, это личная какая-то моя, может быть, моя какая-то личная, знаешь, обида по той причине, что мы с моей командой, вот сейчас я, наверное, раскрываюсь полностью, почему я до сих пор, ну, такое вот, у меня отношение, может быть, потому что мы с моей командой шли, ну, то есть мы выиграли там по централке и так далее, ну, то есть регионалку, по централку, и мы должны были попасть в премьерку, ну, или первую лигу, еще что-то, и не взяли по той причине, что мы выиграли две команды, которые мы вот прям выиграли, да, и они попали в премьерку, ой, в первую лигу, а потом уже мы выиграли этих чуваков, ВДВшников и еще какую-то команду, не помню, но мы их выиграли, короче, а они были в премьерке, а они нет, потому что то ли не хватило каких-то спонсорских денег, потому что, типа, представляешь, типа, а у вас для игры в премьерке, не хватит денег, не хватит денег для игры в премьерке, ну, не в премьерке, да, в премьерке, ну, и пацаны такие, ну, уже такие, ну, ладно, будем пробовать по-другому, а я пришел в Москву, начал что-то туда-сюда, и потом меня зовут в вышку просто выйти там за какую-то команду, то есть, понимаешь, я был в вышке раз пять, ну, ладно, ну, не пять, ну, раза три точно было, ну, там, с какими-то командами, то с цирком там еще выходил, то еще что-то, ну, и ты такой стоишь, такой, а вот к чему ребята стремятся, ну, типа, понятно, что всей командой все дела, но я такой, нет в этом ничего, ну, типа, не знаю, может быть, я с тебя всей командой туда попал, и, но все равно я, я рад даже тому, что я не попал, потому что я бы тоже, ну, представляешь, всей командой попасть в вышку, выиграть, стать чемпионом, и ты такой думаешь, блядь, да что в этом такого есть, ну, что это такое, я не понял, ну, ну, стать, ну, окей, я не знаю, может быть, я просто к этому уже настолько безразличен стал, потому что я понял, что, а ребята так расстроились мои, не потому что я попал туда, а потому что, ну, они вот так получилось, что они играли, играли, и вот так, А я изначально не был КВНщиком, то есть я играл в КВН, но я изначально я пошел в юмор, в комедию, потому что я увидел стендап. Я в школе увидел стендап, и я такой, пока нет стендапа в Владимирской области, пойду в КВН, чтобы играть, ну типа научиться, понимаешь, на сцене стоять, микрофон держать, шутить, все дела, вот так вот. То есть не было такого, что я прям фанател с этой игры. Да я никогда с ними не фанател, вообще никогда. Риторический вопрос, зачем будущее? За там стендап, КВН, не знаю что. Слушай, и... Я об этом думал, я об этом думал, я в целом, я благодарен КВН, потому что благодаря КВН, стендап, вот как он, он быстро, в России начал быстро развиваться, ну то есть быстро начал развиваться. Я думал над этим, и я вот не знаю, в зависимости от того, как, вот это зависит, это политический момент, это больше политический момент. Я думаю, что если сменится, ну, сменятся, так сказать, одни из лидеров, так сказать, лидер мнения, тот сказать, лидер мнения Российской Федерации, да, то мне кажется, сама парадигма, сама система будет меняться, и из-за какого-то... Появится что-то другое, что-то другое, но КВН, он как бы трансформируется точно. Я почему... Ну вот если поменяется, то есть он как трансформируется, и он получит другую, какую-то, какую-то новую дыхание. То же самое, как игра, например, вот игра, да, она же что-то новое в этом. Хотя это... Они очень похожи, но в целом это новое дыхание в эту игру, и это сделает ее, наверное, более какой-то привлекательной, притягательной. Ну, потому что КВН слишком, вот слишком много тех людей, которые, блин, ну я обожаю эту игру, конечно, они не позволят ей просто исчезнуть. Просто вот эти люди, если бы все КВН были как я, эта игра бы исчезла просто через неделю после этого, да, просто вот так. Но там очень много таких прямо, ну и талантливых, которые верят, и они бы не отпустили эту игру просто так. А как именно на тебя реагировали во время твоих выступлений в стендапе люди, которые, условно, видят первый раз? Дело в том, что стендап, он больше связан с барами, с барной культурой, да, а там люди все-таки, они едят, они пьют. Да, да, да. А когда пьют, позволяют себе чуть больше. Ну, ничего страшного нет, я просто, ну, я один раз был такой конфликт в баре, и типа, ну, чуть ли не, ну, прям почти до драки это дошло. Ну, я понял, что, ну, хороший комедиант, вообще любую, мне кажется, вот прям если очень сильно агрессивный тип, можно попросить просто охрану или кого-то вывезти его спокойно. Вот просто, если прям ты понимаешь, то уже, ну, это край. А в целом тут можно так отшутиться, отстреляться, что все будут смеяться и над ним, и он тоже будет смеяться, все спокойно сделать. Ну, если науке. Ну, это уже высший уровень. Да. А этот, ты же, ты же дрался в юности много. Да, ну, в юности не так, что прям дрался много, так просто получалось, что иногда приходилось постоять какие-то, но это все глупости были, то есть какие-то, знаешь, принципы, какие-то вот, типа, обижался не на то, что не нужно было обижаться. И еще я не был, ну, понимаешь, не был уверен, что я на словах смогу. Вот я сейчас то, что хорошо говорю, это комплекс того, что в детстве я плохо говорил, плохо формулировал свои мысли, хотя они у меня были, но я не мог, типа, сказать их, даже сейчас, может быть, у меня возникают эти моменты, что сформулировать, типа, вот я вот так хочу тебе сказать, или зачем ты вот это делаешь. То есть у меня отсутствие какого-то рационального с человеком общения, какого-то сформулированного, вызывало у меня не только не агрессию к нему, а по большей степени агрессию к самому себе, что я ему, бля, я не могу ему объяснить это, что он дурак какой-то, пойду его ударю, знаешь, понимаешь, вот это, ну, это глупости, согласен, да, но это глупые какие-то вещи, ну, то есть по большей степени они изнутри уходили, то есть по большей степени что-то недовольство как чем-то с собой или еще что-то, может быть, даже те же самые комплексы, да, которые, ты такой, блин, а что ты надо мной смеешься, а, ну, знаешь, вот это еще что-то, ну, то есть вот такие. У меня было, что прям драки-драки, а там, знаешь, там один, там, что-то потолкались или еще что-то, знаешь, вот такие. Просто ты рассказывал, очень интересно, что папа как-то в тебе, да, там фраза какая-то была, если он что-то у тебя сказал, кинь ему камень, да, вот, и что ты уже очень сильно пересмотрел свой взгляд и на эту фразу, и вообще на это отношение, но там же у папы непростая судьба, в плане того, что... Да, он две войны прошел. Да, и он говорил вам, что он едет там, условно, там, в Тверь работать, да, сам едет. Слушай, а кстати, а кстати, а вы с ним, ну, разговаривали на эти темы? Нет. Нет? Пару раз был момент, что, ну, я сейчас думаю, начать-начать, ну, не было. Ну, то есть параза были моменты, что мы как-то подходили к этой теме, он так, типа, да, вот та-та-то-то, то есть коротко, знаешь, ту-ту-ту-ту, ну, все, чего об этом говорить, ну, что все. То есть у меня папа, ну, то есть я его, как будто бы, знаешь, вот сейчас мы с тобой сидим, говорим, 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 ну, это не мой отец. Ну, то есть это, ты бы с моим отцом так вообще, ну, может быть, если ты профессоред... Нет, ты бы с моим отцом не заговорил вообще, понимаешь, он просто в моменте такой, да, что ты меня спрашиваешь, жопа, ну, такое, это тот человек, который закрытый очень, прям советский-советский, он советский человек, вот это, когда ты вот говоришь, вот, ну, тоже добрый, он не очень сильно заботил, я ни разу, ни разу от него, ну, он не поднял на меня руку, ни разу за всю вот свою жизнь, ну, один раз просто кинул меня тапочком, вот, типа, я это рассказывал, просто там, знаешь, что-то, ты просто такой, прекращай вот это делать, я кинул тапочку, но чтобы он на меня хоть раз поднял руку, ни разу такого не было, понимаешь, что все, я понимал все по его взгляду, я такой, ну, это лучше не делать, там, все такое, но в целом, просто человек, который, ну, даже сейчас мне с ним бывает трудно общаться, хоть мы, знаешь, сейчас уже только-только перешел тот момент, когда я ему говорю, папа, я тебя люблю, и он такой, да, я тебя тоже люблю, ну, вот, вот этот вот, но все равно он такой быстро уходит от этого, тема, то есть, ну, неловко ему, да? Неловко ему, да, неловко ему, вот это, когда, знаешь, мужчине говорят, что ты его любишь, и он такой, ты что, бля, девочка, что ли, какая-то, знаешь, когда мужчина, мужчина, то есть ты сын своему отцу, да, мне просто было интересно, знаешь, понять, ну, это близкий твой человек, а он, я так понимаю, ну, принимал участие в активных боевых действиях, да, и понять, ну, этот человек мог там лишить жизни другого, да, вот, что в нем происходит, да, что он чувствует, я хочу у него это спросить, я хочу у него спросить, но от того, что, ну, я боюсь вызвать у него какие-то, знаешь, когда такой, знаешь, ну, типа, какие-то, то есть, может быть, он уже глубоко в себе это закопал, и я не хочу ворошить прошлое, понимаешь, боюсь, что я такой, а вот, пап, расскажи мне, ну, то есть, для меня это будет просто, я такой, услышу интересную историю, а для него это то, что он пережил, понимаешь, вот, мой папа из тех людей, которые ничего не понимает, не принимает тот факт, что если ты рассказал, тебе становится легче, понимаешь, вообще, чем чаще рассказываешь, тем легче, тем легче, тем самая большая, ну, то есть, ну, то есть, я не в тебя, понятно, что с тобой это ничего не произойдет, если я, например, да, ты будешь переживать, но мне от этого все с каждым разом, то есть, терапия, даже то же самое, комики выходят на сцену, на свои боли, рассказывают, да, это терапия, действительно, это реальная терапия. Да, и так, слушай, это же говорят и о писателях, и о комиках, что за счет того, что они либо пишут, ну, да, выговаривают это все люди. А вот мой отец за того, что, ну, типа, просто его не убедишь в том, что папа, ну, либо я недостаточно, вот сестру у него получается говорить, вот сестра как-то находит общие какие-то ключи туда-сюда, они что-то общаются по душам, может быть, я просто тоже как-то неправильно к нему подхожу, скорее всего. Не неправильно, просто девочки лучше умеют находить мосты, да? Да, может быть, может быть, есть такое, ну, тем более, как бы, знаешь, отцы, ну, вот, у меня с батей, вот, чисто классическое отношение отца и сына, да, вот, прям вот чисто вот, как в фильмах смотришь, вот этих вот, где там мафио, ну, вот, типа, ну, не фильмы, все, вот таких вот, классическое, папа, сын, папа вот такой, сын вот такой, у них вот такие отношения, вот, блядь, вот классическое, ну, ничего придумайте, да, да, все, все уже сказано миллион раз. Слушай, есть шутки о маленьких людях, которые разрывают тебя, какой-то твой топчик? Ну, я не знаю, я вот, например, рассказываю сейчас, у меня сейчас шутка про футболку, что у меня есть футболка, где нарисован вуди, вот, пекер, и мой друг мне говорит, Санек, не носи эту футболку, она какая-то детская. Я говорю, ты идиот, нам не любая футболка детская, давай так, честно. Шутки про маленьких людей, которые разрывают тебя. Слушай, я читал в комментариях у тебя такие шутки, а вы в баскетбол играете? Играем, еще как играем. На всемирных маленьких играх, маленьких людей целый чемпионат есть по баскетболу. Я не знаю, там по поводу уровня кольца, не видел, но мы играли в обычные корзины, в баскетбол все так же бегали с мячом. В этом плане все. Понимаешь, есть стереотипные шутки, которые, типа, по спорту сколько у нас ключей, ну, на что можно ответить, тебе надо, ты считай. Может, тебя веселит? Может, нет, нету сборника, нет? Слушай, они как-то все приелись, эти шутки. Не кури, не вырастешь. Ну, сейчас даже что-то их и не вспомнишь. Ну, знаешь, я иногда сам шучу так, что девушка, потенциальная невеста. Добрый вечер. Я знаю, что вы очень скромная леди. И у вас будет самая роскошная свадьба в маленьком ресторане среди ваших гостей с маленьким ведущим. Это так? Кстати, ты же ведешь мероприятие. Я возвращаюсь в ивент, потому что два года я был в цирке, и все субботы были заняты. Прям вот все, все хотят свадьбу по субботам, а у меня все субботы были заняты. Ну, я ни капли не жалею. Вообще цирк для меня стал таким... Прям миром в целом. Это... Ты, получается, ты до этого не служил ни в театре, ни в цирке, нигде. То есть ты, условно, как бы с улицы туда пришел? А, это интересная история. А ну, расскажи. Да просто эту историю я рассказываю очень часто. И каждый раз я ее как-то немножко приукрашиваю. Ну, поэтому в этот раз я ее попробую исполнить в оригинале. В конце 2019 года в московский цирк Никулина на Цветном бульваре приехал итальянский режиссер Антонио Джиролло. Он ставил программу, которая называется «Фантастика». И в одном из номеров он захотел, чтобы номер с пони работал маленький человек. Потому что там у себя в Вероне, он ставил такую же фантастику, там работала маленькая девочка. По каким-то непонятным соображениям он не хотел ее сюда привозить и захотел, чтобы маленький человек был из России. Нас пришло четверо... пятеро, четверо... четверо людей на кастинг. Мы сделали какие-то этюды, какие-то задания он нам давал. Помаршировать, поплясать, потанцевать. Заплакать и засмеяться одновременно сразу прям. Сначала плачь, теперь смейся. Резко. Ему понравился больше всего я. Мы сделали очень идеальное шоу. А потом были опять елки, а теперь я свободен. Я возвращаюсь в ивент, я хочу попробовать, как это опять вести свадьбы, как это опять успокаивать пьяных гостей. А сколько, кстати, ты сколько денег брал как ведущий? В Дмитрове 35, в Москве чуть больше, 45-50. Но это ВДА, ведущий диджей Аппаратура. Ведущий диджей Аппаратура. Типа я работал в ночном клубе ведущим. Во, ведущим ты работал. Кстати, ты тоже работал ведущим, коллега. МС. МС, да. Мастер церемонии. Это во Владимир... Да, в Владимирском ночном клубе работал. То есть мы с ребятами уже играли тогда в КВН, и мы выиграли нашу лигу местную, да, Владимирскую. И там был как раз таки, вот на этой игре был хозяин этого клуба, и он позвал меня и еще моего кента. Вот, вместе с командой. Ну, я такой, ну, я такой, о, моя первая работа. Офигеть! Это была моя первая работа. На первом курсе вроде было, или между первым и вторым курсом. Вот где-то вот так. Вот, и мы что-то пошел, и я в моменте понял, что... Куда я, конечно... Ну, я от того, что это была моя первая, я такой, я доработаю, я буду здесь. Это было, конечно, ужасно. Ничего не хочется сказать моим коллегам, все прикольно. Там, я пару раз, когда это говорил, мне ребята писали, которые на самом деле вместе там работали. Соняка, а что, у тебя реально так было плохо? Я говорю, да, было очень плохо. Но они из-за... Ну, типа, было плохо не потому, что... Ну, это такая работа. Это просто такая работа, и не надо... Ну, либо ты ее умеешь. Вот со мной у меня тоже коллега работал, да, который на опыте. Его зовут Дима. И вот он как-то грамотно все так делал, а я от того, что только-только пришел. И вот это вот ночной жизни, там, алкоголя, и не только алкоголя, которое там он было, и ты такой пересекаешься с этими людьми, которые под шофе, так сказать. И я такой персонаж, как... Ну, я себя никогда не воспринимал как персонажа, но это не значит, что остальные так не воспринимают, понимаешь? И это вот это восприятие того... Ой, какой человек! Ну, и ты такой, твою мать! И нельзя им сказать, да пошли вы нахрен, ты не можешь этого сказать. И ты идешь на сделку со своей совестью, которой ты ее продаешь. За эти, которые... Ну, ты... А что-то еще было такое... Что-то еще было такое по случаям, вот как описано... Кстати, мы не рассказали, что там происходило. Там был, я так понимаю, шар, да, как будто на цепях висел? Да, не шар, не шар, клетка. Клетка? Да, да. И ты внутри этой клетки был, да? Да, я внутри этой клетки. Знаешь, какой-нибудь некий купидон, который я танцевал в клетке. Ага. И потом еще, я так понимаю, начали ребята... Шатать. Шатать. Ну, это уже, ну, просто... Ну, это некомфорт, ну, мягко говоря. Ну, ты понимаешь, это некомфорт, это когда ты еще трезвый, ты находишься внутри, и ты такой... Я после этого вообще туда больше никогда... Ну, типа, ты находишься внутри, и все веселятся, все... Ну, то есть, чтобы понимал, люди просто не дают какого-то... Еще, ну, какого-то понимания, что вот там человек. Там сейчас человек. Не-не-не, они пришли веселиться. Для них голые женщины это... И я себе давал четность, что я просто должен сейчас их разлить. Ну, это так ужасно. Это такая сделка со своей совестью, что после этого, да, ты такой, ну, только бы не дойти до... Ну, типа, нет, ну, понятно, что я уже нет, но вот ты такой... Блядь. Я вот сейчас вспоминаю, вот тоже самое. Вот поэтому я со своим отцом не разговариваю. Не хочешь со вспоминать, да? Ставлю рады. Блядь. Ты понимаешь, я сейчас попробую объяснить здесь самоотношение. Я это не считаю работой, я считаю это халтурой. Ну, конечно. Ну, дурака валять. Ну, да, ну, как бы... Ну, поржать. Заплатили. Меня устроило это, потому что, ну, вроде как... Вроде какие... Поржать, это же смешно. Ну, да. Ну, я тебе больше расскажу. Я каждое 8 марта пытаюсь сделать какую-то фотосессию. И вот крайняя у меня была, где я был в женском платье. Я прям заморочился, я накрасился. Ну, не я лично. Я только могу причесываться. Накрасился, надел платье, каблуки, пошел сфоткался. Так мне поступил запрос, а вы можете к нам на вечеринку в таком образе прийти? А что за вечеринка такая? Я не знаю, какая у них вечеринка. Но я отказался. Ну, как бы... Есть понятие все-таки чего-то какого-то предельного. Пределим, понимаешь ли ты меня? Предельного. Есть какие-то границы доступного. То есть, если это съемка, где там я буду лупить мухобойка, пожалуйста, давайте это сделаем. Если это какое-то, ну, вот, прям мероприятие, где тебя будут еще фоткать, а потом еще, ну, как-то... А что может вообще произойти там, да, непонятно? Еще и в женском платье. Ну, это все халтуры. Ну, а самое необычное мероприятие, которое проводил, прям проводил, ну, вот недавно в костюме Наполеона проводил 20-летие кафе. Есть комьюнити, да, где общаются ребята. Да. И я так понимаю, есть общероссийская, как-то московская, и есть даже чисто творческая. Да. Да? Ты там тоже? Нет. А, видимо, это там больше ребята, которые по актерской среде, да? Нет, я просто проигнорировал этот момент. Почему? Не знаю, мне просто не хотелось в какой-то комьюнити вступать, да. Я понимаю, что я больше глобальнее чуть на это смотрю, чуть-чуть нету какого-то местечкового момента. Не то, что я от этого ухожу. То есть, если мы вдруг случайно встретимся, да, с ребятами, я, конечно, посижу, да, мы в баре, не в баре, там еще где-то кафешка или на работе, мы с ними, конечно же, пообщаемся. Но просто мне не хочется как-то привязываться к какой-то определенной, знаешь, касте. Я их тоже, мне очень часто, у меня, знаешь, тоже, знаешь, есть национальные какие-то моменты, да, очень много армян там где-то собираются и так далее. То есть, если я случайно попаду в компанию армян, я с ними потусуюсь. Но если что, прямо принципиально собираться с ними, тусоваться, это, ну, у меня нету такого момента. Или какую-то комьюнити вступать. Ну, вот комьюнити комиков, комедиантов, я такой, ну, вот у меня достаточно один, одно комьюнити. А скажи мне, пожалуйста, есть же комьюнити, наверняка? Есть. Ну, я имею в виду современные просто средства связи, да, тут по всему миру можно сейчас общаться. Ну, мы же шагнули вперед. А, ты имеешь в виду вообще прям мировое, чтобы сообщество... Ну, я думаю, есть, там, в Москве, в России, наверное, есть, наверное, есть мировое какое-то. Просто у нас в Москве комьюнити имеется в виду вот артисты маленького роста, конкретные артисты. А, даже такое? Только артисты. О! Вот у нас есть чат вот маленьких людей там в ВКонтакте, но там не все артисты, там просто есть люди, которые просто любят общаться. А сколько там человек? Да там большинство молчанов еще. Человек 90, по-моему, точно есть. Сейчас я не могу ошибаться. Это те, кто пришел просто почитать, посмотреть, да? А я не знаю, они вообще читают этот чат или нет. Он, кстати, так и называется, маленький чат. Ну, а что вы? То есть вы сами стебетесь? 59 участников. Так, это ВКонтакте, это не только артисты. А есть еще артистические? Есть артисты. Сейчас я... Сейчас скажу, сколько. Ну, он по Москве в основном. 11 участников. Это чисто артисты, но потому что вы можете работу перекидывать друг к другу. Ну, обычно они по интересам, как группа по интересам. Ну, типа того, либо когда массовость какая-то нужна, в клипе каком-то сняться или каком-то... Ну, работа такая или иная, она будет... Ну, как в любой профессии. Это любой профессиональный чат. Мне точно такие же, только с там, с ведением мероприятий. А если имеется в виду комьюнити, как в мировом масштабе, то здесь хочется отметить фестиваль маленьких людей. Хочется о нем рассказать. Он проводился два года подряд в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии мы его не проводили уже второй год. Его собирала Ульяна Подпальная. Как таковое сообщество, оно не зарегистрировано. Есть вот общество инвалидов, есть общество слепых, есть общество глухих. Общество маленьких людей на законодательном уровне его не существует. А, кстати, вы же не инвалиды, правильно? Не мы инвалиды. Инвалиды? Инвалиды. А вы же можете все делать. Слушай, ты сейчас говоришь... Я сейчас глупые вопросы замерил. Нет, ты сейчас говоришь, как начальник караула. Я когда в пожарке работал, он такой, а матом можно говорить? Ну, просто надо придать интонацию. Давай, давай. Ты что, инвалид? Да схуяли. Руки, ноги есть, хуй работает. Жена вон какая. И схуяли ты инвалид-то, а? Совсем охуел уже. Он мне так сказал. Данилкин, Олег, привет тебе. Так. Ну, я говорю, ну, Олег, ну, так получилось, что вот российское общество вот признало нас инвалидами. Ну, как бы для него это странно. Ну, он такой прям мужик прям, понимаешь? Майор внутренней службы, пожарюга. Прям такой, бля, какой навален. Для него, наверное, инвалид это такой, какой-то колясочник, прям без рук, без ног, что прям был, который, наверное... Ну, я к тому, что, смотри, ну, вы можете делать все, абсолютно все функции выполнять. Все функции выполнять. Нет, в этом вопросов-то нет. Самостоятельно, все, круто же. Ну, я вот, я потому и спрашиваю. Ну, у нас есть некая потребность в каких-то функциях, когда нужна помощь. На Витебском вокзале в городе Санкт-Петербурге, он является историческим памятником, касса находится очень высоко. И терминал для оплаты, телефон, что прикладывают, еще выше. То есть он над столиком этим. И прикол в том, что когда мы написали в жалобную книгу об этом, нам сказали, что в следующий раз вызывайте дежурного по вокзалу. Мы вызываем дежурного, знаешь, что они делают? Они приходят со стулом. Вот вам стул, вот наша помощь. Потому что мы ничего вам не можем предложить больше. Мы не можем переделывать здание историческое... А поставить, типа, какой-то другой этот аппарат. Ну, просто я к тому, что смотри, есть люди невысокого роста, есть люди колясочники. Ну, да. Ну, есть, ну, какие-то куча есть категорий. Ну, как бы вот они все, что могут предложить, это вот позвать дежурного по вокзалу. Он тебе поможет в этом. То же самое банкомат, он находится не высоко, а глубоко. Ну, я начинаю вообще действовать очень нагло. Я захожу в отделение. Ну, не нагло, в смысле, там, дверь с ноги. Слышь, инвалид пришел. Не так, конечно. Добрый вечер, мне нужна ваша помощь. Проследуйте за мной. Он идет, я говорю, вот моя карточка. Набирайте мой пин-код. Громко говорю, пин-код мне пофигу. Там, мне нужно вложить деньги. Он прям набирает, он смотрит на меня, дикарь какой-то, блин. А я интеллигентный. Благодарю вас за помощь инвалидам. Ну, то есть постебать его можно. Ну, а какого они так глубоко автомат поставили этот? Почему? Мне очень нравится чувство юмора. Да вполне, а по-другому никак. Ну, а что? Ну, помогите мне, пожалуйста, там вот такая ситуация. Благодарю вас, давайте, сделайте для меня что-то. Ну, бород. Ты говорил про фестиваль в Санкт-Петербурге. Что там? Его проводил Ульяна Подпальная, действующий бронзовый призер чемпионата мира по парабамбентону. Она вообще умничка, она молодец, спортсменка. Она однажды побывала, я сейчас ошибусь, если скажу, что это в Канаде было, на всемирных играх маленьких людей и поняла, что надо такое же делать в России. А в России у нас как бы не очень что-то делается, поэтому она решила своими силами взять его и сделать. Она вот создала такой вот, ну, вот как комьюнити вот в таком мировом масштабе, чтобы приехали со всей страны маленькие люди. Мы играли хоккей с мячом, который, боча, футбол, баскетбол, еще какие-то игры были. В общем, какие-то такие спортивные старты были у нас, экскурсия по Санкт-Петербургу, дискотека. Ну, то есть трехдневный фестиваль первый, я помню, был, и он был прям очень такой крутой, мощный. И когда я узнал, что это сделала она одна, я прям был поражен. Я прям, я прям, я такой, одна, как это? Денег? Кто выделял на это все? Никто. Ну, были какие-то там донаты от тех же нас всех там? Кто сколько сможет вот? Так-так-так-так-так-так, что-то собралось. А так она сказала, что она прям все накопила и сделала на свои деньги. Ну, ей захотелось это. Ей захотелось сделать для маленьких людей такой-то фестиваль. Второй фестиваль мы уже с ней проводили вместе. Я активно помогал в этом вопросе. Ну, он получился тоже такой довольно-таки яркий. Тоже была и экскурсия, и какие-то игры. Мы там с ней все придумывали, чем мы будем заниматься. У нас же дофига еще детей приезжает. Потому что мамочки, я их люблю так называть, мамочки, у которых дети, ахондроплазия, заболевание, они прям приехали. Мы даже хотели называть фестиваль не людей маленького роста, а фестиваль детей маленького роста, потому что было очень много детей. Мы также поделили их что-то там на команды, что-то они там делали, играли. И мы придумывали конкурсы для взрослых, что вот сейчас взрослые тоже что-то делают. Ну, благо я шоумен. Ну, кстати, правда. Мы поговорим еще об этом. Сань, ты в армии служил? Ну, на сборах был, насколько я понял. Ты можешь чуть подробнее объяснить, как тебе это занесло? Ну, смотри, как получилось. У меня два гражданства. Да. Армянское и российское. И когда мне было 19 лет, а в Армении такое правило было. Вот смотри, в России, то есть если тебе приходит, как это называется? Повестка. Повестка, да. Ты вроде можешь жить в соседней квартире, но повестка к тебе в хату приходит, да, типа, в квартире. Тебя нет дома, все, до 27 лет ты можешь хоть в соседней квартире жить, да, например, да, или... Ну, а в Армении там как-то так жестко было, что... То есть тебе приходит первый раз повестка, если ты на нее не ответил, не пришел, вне зависимости от того, ты получил ее или не получил в руки. Второй, третий, на третий раз тебе, ну, розыск, ну, республиканский розыск дают. Я вообще не знал, я в 19 лет, мне был в 19 лет, я приезжаю к родственникам, потому что с таким полным ощущением того, что, ну, мне ничего не грозит, вообще, ну, все нормально. Я приезжаю к родственникам, меня в аэропорту, берут мой паспорт, ну, на регистр, контроль, берут мой паспорт, типа, Александр Петросян, и такой, да, да, там, то-то-то-то-то-то, ну, там, год рождения, все дела, все дела. Я такой, ну, да. И подходит, и такой, ну, этот чувак, поостанавливается, ну, когда вы на паспортном контроле, и подходит полицейский, такой, ну, это вы, это ваш паспорт. Я говорю, ну, да, это вы. И надевает у меня наручники. Серьезно, прямо надевает наручники, и мы вместе. Идем. Я говорю, а в чем прикол? Он говорит, ну, ты в республиканском розыске. Я такой, что? Я говорю, ну, скорее всего, потому что тебе повестки приходил, тебе не отвечал. Ты же где живешь? Он говорит, ну, ты в России живешь? Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, вот видишь, ты, наверное, там уже давно живешь? Я говорю, очень давно. И вот такая тема, что... Ну, и в моменте он меня ведет, ну, наручники у меня на руках, он ведет по аэропорту, что удивительно, что прямо детишки начинали бояться. А я в капюшоне еще был. Такие, а, и родители такие, блин, что за братишку усамы? Я такой уже начала, пошла борода немножечко, и я такой, блин, очень круто. Ну, странное было чувство, но такое, типа, ну, это первый раз у меня происходит, мне было интересно, но и волнительно тоже, потому что у меня наручники, я не знал, что я впервые... Я сидел даже в аэропорту, так сказать, знаешь, в зоне, ну, там, не тюрьма, это как называется, камера временного содержания, там, я сидел, короче, пока не приехал мой брат и этот, и участковый с моего города, короче, прямо, ну, где я прописан. И мы поехали, типа, туда, меня начали снимать с этого, как его... С учета? С учета, все дела, но перед тем, как с вами, я скажу, вот этот день приходите в военкомат, там, короче, типа, ну, приходите в военкомат, чтобы, типа, отметиться, все дела. Ну, я прихожу в военкомат, и такие, ну, все, поехали на сборы. Сказали, возьми свою одежду, потому что, ну, типа, ну, потому что на тебя, может быть, мы там что-то не найдем, да? И в целом. Ну, я поехал, 14 дней был на сборах. Прикольно. Там вообще, ну, типа, самое странное в целом, что там произошло, мне очень понравилось, если честно. Там старшие, ну, там, типа, лейтенанты какие-то и так далее, там рассказывали разные приколы, истории. В целом, в целом было так, мы прямо в роте ночевали, то есть я и несколько пацанов, там был тип, у которого вот такие вот очки очень, у него очень плохое зрение было, вот. И я с ним, ну, и там разные люди были, там, у кого-то чуть-чуть переполнены, ну, типа, полный слишком был или еще чего-то. Ну, то есть очень много разных типов было, которые не должны были служить, по моим, по моим расчетам, так сказать, по моему мнению. Но, как говорится, у них было другое время. У вас собрали, типа, две недели, что-то объяснили, показали, рассказали? Да, 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 мы проходили, типа, знаешь, партизанские воины, как ведутся какие-то, я там стрелял из пистолета Макарова, из Калаша, стрелял, вот это все, разбирал, собирал, вот это все. И мы делали, у нас было там ориентирование по местности, а так как я вообще армянский, не мог читать и писать, на тот момент вообще, и я был с этим чуваком, который в очках очень больших, ну я просто шел, я такой, ну вот читай карту, потому что я не могу прочитать ее, я не понимаю, вот он читал, и мы заблудились, очень жестко, нас потом искали, сейчас за три. Жестко еще. Ты говорил, что ты служил в, это была пожарная часть? Да, пожарная часть. А как тебя туда занесло? Потому что инвалид. Сейчас расскажу. Сейчас ты как бы не улучшил ситуацию, давай. Есть правительственная программа, доступная среда, она предусматривает трудоустройство людей с ограниченными возможностями, вот как раз в структуре МЧС. И так получилось, что просто из общества инвалидов мне дали номер телефона, сказали, на, позвони, тебе там предложат работу. Я позвонил, и мне предложили вакансию в городе Королеве. Пожарная часть, диспетчер, сутки трое. Ну, кстати. Сутки трое, кстати, вообще идеальный график. А если ты еще с кем-то поменяешься? Ну, когда тебе надо куда-то. Неделя. Ну, допустим, мне нужна суббота, выпадают у меня сутки на субботу. Мне свадьбу надо провести. Перевелся в Дмитров, там уже была пятидневка, и, как я обычно говорю, работа мешала работать. Ну, не офисный я работник, далеко не офисный. Ну, это была как офисная работа. То есть, я же не выезжал на пожары. Да. То есть, вот ты приходил, ну, это как офисная работа. А, я понял. Ты перевелся к себе в Дмитров, но по той же... И сколько ты отдал служению в пожарной части? По итогу? Что-то там почти пять лет. Оу. Почти. И потом все-таки пошел больше в стезио, ну, творческую, я так понимаю, да? Потом родился ребенок, и я ушел вообще в декретный отпуск. Прикольно. Ну, у нас так получилось там с женой, и потом я понял, что это офигенно быть в отпуске. Это... Как бы... Я вроде как числюсь, ну, что я там работаю, и я нихрена не делаю. Ну, я просто взял и рапорт написал. Прошу по собственному желанию. Все. Ну, не хочу. Нет, ребята вообще классные были. Пожарный караул был классный у нас. Мы до сих пор с многими общаемся, дружим. Ты же КМС по шахматам. Это не шутка? Ты же реально КМС по шахматам. В целом, в целом, это шутка. Нет, я... У меня не КМС, у меня первый разряд официально. Официально я получил первый разряд. КМС у меня, короче, есть... Знаешь, есть... Есть такая лига, Фиде называется. И там часто проводятся, есть баллы по Фиде, там проходят какие-то соревнования некие определенные. Я под ником выступал, не своим, а просто под ником. Я там выступал, и я набрал определенное количество баллов. я помню, где-то мне было... Мне было где-то, сейчас скажу, лет 20... 21 или 22, короче. Я прямо в школе учился, и вот учил официальный там первый разряд, и все такое. А потом я закончил школу в институте, и я решил поиграть. Прямо у меня был какой-то период жизни, когда я прямо ушел в шахматы, прямо ушел в них, знаешь, что типа там... и читал книги там профессионал, смотрел, знаешь, какие-то с Каспаровым игры, с Карповым игры смотрел, да, темпо... С Бобби Фишером смотрел, вот все это вот такие... Разбирал, пытался разобраться. Ну, просто... Я просто ушел в шахматы, смотрел чемпионаты мира, знаю. И я начал играть, и я набрал на баллы там на КМС-ника, короче. По факту, типа, вы играете... Ну, что-то такое, дать баллы, которые... Вот КМС-ника. Я такой, ну, я походу КВС-ник, все. Я так... Ну, то есть, официально у меня нет КМС, вообще официально. То есть, у меня есть первый разряд, юношеский, но КМС-ник, я такой, я КМС-ник, походу. Сам себя, знаешь, ты подозначил КМС-ник. Я, то есть, набрал, набрал. Да, набрал. Я такой, вот, походу. Счастье, что такое? Понимание. Ну, все говорят, что это... в чем-то должно измеряться, но это понимание абсолютное. Если человек понимает другого человека, в этом весь кайф и есть. Я не задумываюсь ответить, что это понимание. Что такое счастье? Гармония. Поясни. Гармония внутри себя, гармония в окружающем мире, гармония с тем, что ты такой, я на своем месте. Вот сейчас я делаю то, что я должен делать. Гармония внутри, это ощущение. Понятно, что мы в городе, мы в большой мегаполисе, даже суеты постоянной. Вот мне надо что-то вот это сделать, стать успешным. Когда ты понимаешь, что ты... тебе ничего не нужно, кроме того, что ты вот сейчас у тебя есть. Быть благодарным за то, что у тебя уже сейчас есть. Понимаешь? Потому что когда ты неблагодален тому, что у тебя есть сейчас, ты никогда не будешь доволен тем, что ты даже получишь в дальнейшем. Понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok